Приветствую вас, и по тексту вашего сообщения можно сделать такой вывод. Смотрите, вы пишете, что вам нравится девочка на данный момент, и вы узнали, что так же ей нравится, и она постоянно обращает на вас внимание. Узнали вы это, естественно, не от нее, потому что с ней вы только начали знакомиться. Узнали вы это не от нее. И получается так, что вы узнаете, что вы ей нравитесь, вы узнаете о ее симпатии к вам, от кого, кстати, вы это узнаете, и откуда тот человек узнал о том, что девочка проявляет к вам симпатию, это отдельный вопрос, и после этого она перестает за вами наблюдать. То есть, смотрите, вмешиваются третьи лица, вносят свои коллективы в ваше поведение и в ее поведение, и она тут же понимает, что вы знаете, что она проявляет к вам симпатию, значит, скорее всего, вы теперь к ней подойдете, только потому, что она знает, что вы ей нравитесь. И вы действительно подходите к ней, и в первом же разговоре спрашиваете ее телефон. То есть, у вас здесь целый ряд ошибок. Смотрите, почему вы ждали, если она вам нравится, да? Почему вы ждали того, что, значит, она перестанет на вас обращать внимание, и только после этого вы к ней подошли? А что вас останавливало до этого? Это вот отдельный вопрос. Второе. Вы совершили ошибку, когда... когда начали... прислуживаться ко мнению других людей в отношениях, то есть, когда вы узнали от кого-то, что вы ей нравитесь тоже, это... очень плохо, потому что вмешательство третьих лиц в отношениях никогда не несет вообще ничего хорошего. И следующая ошибка, это то, что вы сразу же попросили у нее телефон, и когда она вам не дала телефон, вы в социальной сети предложили ей друзить. Вы знаете, человек, который хочет друзить, он не спрашивает в первом разговоре сразу телефон и не предлагает социальные сети после отказа друзей с девочкой. Тут явно другие намерения у человека со стороны, как бы, с точки зрения девочки. Девочки. Вот. И далее. Надеюсь, теперь вы понимаете, что это означает на ваш вопрос. Разлюбила ли она вас? Я хочу сказать так. А откуда вы вообще решили и взяли, что она вас любит? Или любила? Даже если у нее была симпатия, это не факт, она вас любит. Даже если у нее была к вам симпатия, был какой-то интерес, совершенно не факт, что этот интерес серьезный, совершенно не факт, что этот интерес такой, который опосредовал бы ее какое-то поведение по отношению к вам. то есть вы спрашиваете, разлюбила ли она вас, но обывали любовь. Вот в чем вопрос. Симпатия – это не любовь. И вы сами говорите, что она вам нравится, вы не говорите о любви. Так что тут, мне кажется, вы тоже немного романтизируете ситуацию. То есть чрезмерно ее, как бы, ну, чрезмерно предает больше романтики, чем это на самом деле. Отсюда, из того, что я вам сказал, можно сделать несколько выводов. Первый вывод – это то, что вы не уверены в себе и недостаточно решительны. И из-за этого вы не пришли к девушке первой, из-за этого вы ждали чего-то, смотря на то, что она за вами, как вы говорите, наблюдала. Ну, увидели, что девушка наблюдает за вами, ну, пройдите к ней, заведите разговор, начните общаться на чем-нибудь, на общие темы какие-нибудь. То есть вы не уверены в себе. Второе. Вы прислушивайтесь ко мнению других людей и рассчитываете на это мнение. Говоря о том, что вы рассчитываете на это мнение, на мнение других людей, я имею в виду, что вы подвержены влиянию, подвержены влиянию этого мнения. И это тоже большая ошибка, на самом деле. Потому что мнение других людей в отношении, в личных отношениях, в отношении личной жизни не имеет никакого въезда. И, пожалуй, третий вариант, третий момент – это ваша направленность в отношениях. То есть, к чему вы хотите от девушки? Зачем она вам? Чего вы хотите от отношений? Зачем они вам? Вот это тоже очень важный момент. Это тоже очень-очень важный пункт, о котором вам стоит подумать. И я думаю, что именно так мы сможем ответить на ваш вопрос. Если вы хотите узнать точно, любила ли вас девушка, разлюбила ли она вас сейчас, то я рекомендую задать вам свой вопрос в разделе «Эзотерики», в разделе «Эзотерики», где вам ответят на него именно вот в таком формате. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!